ну какая красота у нас уже воду пустили в канал еще конечно не сильно наполнился канал но уже больше воды все больше и больше потихонечку и перейдешь мимо и любуешься кучей как будто возле реки проходишь а вон рыбешка большая если вам видно эти какие тут у нас рыбины но это еще небольшая у нас был в эту вообще такие прям как щуки плавают против течения вот она пока мало тут рыбы ничего когда будет больше воды будет больше рыб скоро начнется у нас кстати сезон рыболовство рыбаки у которых есть лицензия буду стоять именно в этом на этом месте вот на нашей улице и ловить рыбу будем снова наблюдать за ними какая у них рыбка выловиться маленькая или большая так друзья я сегодня отработала с утра у меня планы поменялись сегодня после обеда я думала встретиться с людой людо она подруга катя которая приехала из киева общем она как иммигрантка вот в общем она попросила помощи мы должны были встретиться чтобы ей помочь но у нее планы изменились поэтому и у меня тоже планы поменялись в общем сейчас я иду супермаркет балде надо кое-какие покупки купить и но я решила пойти в обход удлинить себе путь дорогу как говорится после обеда прогуляться мы посмотрим какие у нас тут изменения в нашем районе что выросло что расцвело воздали девушка идет такая жара у нас она на морднике вот красота блин так вот она и я друзья очень как я уже говорила что сегодня я должна была работать именно в той семье от которой я хотела вообще отказаться от той работы потому что во первых как говорится мне неприятно что муж кузины двоюродной сестры анжелы он мне пытался указывать что делать как жить вакцинироваться не вакцинироваться там что-то угрожал типа вообще от них отказаться идите ищите как говорит человек с вакциной вот ну она сама мне позвонила не не ее муж достоевский блин она сама двоюродная сестра анжела она мне позвонила гнина на я говорила попросила чтоб я к ней пришла там надо надо им по всем доме очень мог на помыть ну не то что окна я приехал при переехала к ним там в общем родная тетя анжелы она еще старушонка такая ночью живая вот как ее мама вот и она когда меня видела наша расцвела может я постоянно так думала о тебе так переживала она думала может быть я с украины не с украины там рядом не переживать все порядке со мной охала охала хотела мне какой-то подарок сразу еще не начала работать на не сразу какой-то подарок хотела подарить а потом когда я уже уходила на мне целую горсть дала общем всяких шоколадных конфет леденцов ягода вы что я же не маленький ребенок не перри перри бери бери все такое короче сегодня ни слова мне они не обмолвились о том что колусь колюсь я не колюсь у колюсь не у колюсь не словом потому что они так и поняли поняли что как это я не тот человек ну вот который как как овца вот куда ее в пастух поверь погонит туда она и пойдет нет я как говорится сама себе хозяин вот если что-то делают против моего желания я сопротивляюсь вот они поняли это не на то напоролись ну а так как им нужен человек и приходится тем более они мне доверяют тем более я им нравлюсь даже без без уколов я им даже очень позвали меня но я у них там не доделала работу я сказала как если у меня будет время созвонимся я приду закончить эту работу сегодня поработал только три часа потому что я бы еще осталось на час но я не знала я же думал что я с любой встречусь вот если бы я знала точно что я с ней не встречусь я у них там еще на час задержалась бы что в закончить эту работу на ладненько вот я сегодня пришла число окна помыть но я там у ее мамы внизу на они живут на втором этаже не на третьем а я мама живет на первом этаже там не только окна мыло ну и везде пыль торчит везде пыль вытирала такая пылюка за то время что я к ним не приходила может в другой слой пыли его и около маны и она не попросила чтоб я там матрасы перевернула в общем а то я сама не могу игры ёлки-палки а муж вот этой а это твой взять он уже мужик блин не конечно я не спросила я об этом но все равно так подумала елки-палки они даже не могут помочь и перевернуть те матрасы ладненько очень все отработала не знаю когда в следующий раз не приду заканчивать иду дальше хоть даже забыла вам показать где тут вокруг что происходит что выросло что не выросла а есть еще время есть еще дорога как говорится до того как я сверну налево так что покажу я сюда же на нашей церкви не дошла до наших язык вот видите на машине знак пи и написано какая автошкола знак пи это значит не патентат это значит он только-только получил права или еще не получил права но уже может водить машину в общем дают понять что он как бы новичок чтобы что он водит осторожно пока тихо медленно чтобы люди как говорится имели терпение вот вот такие вот дела и сад там написано автошкола то в которой я училась маркете хорошая автошкола это как бы государственная вот она конечно не сильно дешевая но она намного меньше стоит там учиться чем в других наших автоску автошколах вот везде где я прохожу пока ни одной а зале и не видно еще кустики не расцвели а зале и тоже не вижу а вот там вот зале один бита заливить их маленький market пока что цветочки видны красненькие будут уже отцветают цветы это типа нашего дерева как у нас во дворе тоже с розовыми и белыми цветами вот падают цветы красота вот и наши кезы здесь красивая зале расцвела эти уже полный куст цветов скорее всего здесь больше солнца именно в этом месте красиво его там 100 смотрю два куста розовый и красный кустик тоже зале но они же большие такие крупные кустики вот кстати вот где мы вчера были на озеро маджиоре на озеро маджиоре вот до конечного пункта кроме доплыли для этого городка где мы гуляли где там базарчик был вот именно там выращивают много а зале и потому что там хороший климат для зале и там их выращивают там их раз как это делать рассады саженцы общем все такое вот но мы там конечно не покупали потому что мы на теплоходе плыли чтобы с собой все тащить ну и мы там на базарчик кстати увидели кустики озолей продавали по 10 евро такие же цены и у нас на варе так что если что не не всех цветов можно найти озолей потому что они разноцветные вот хотелось бы купить такие цвета редкие которых у нас тут редко продают в общем ладненько сейчас сверну налево и там уже а там налево потом еще налево а потом еще налево и уже будет aldi хочу купить груши елки-палки вчера на озере видела как люди там пикникова не просто на скамеечке возле озера сидели там бутерротиками перекусывали фрукты грушу разрезал потом груши я видела сегодня утром где работала как груши захотелось сейчас куплю и груши тоже кто-то решил сливы попробовать смотрите открыл и сворвала одну сливку взяла тоже сливы и груши так иду дальше шуфу